Валентин Валентинович Португалов На такой очень симпатичной поэтессе и редакторе, я не помню где, советском писателе, кажется, Неклюдовой Это был один из домов, построенных немцами, сейчас их не осталось, на Хорошевском шоссе на углу Беговой И это была маленькая, двухкомнатная, очень, с одной стороны, характерная А с другой стороны, вот характерная своими самыми приятными, что ли, чертами Вот московская интеллигентная квартира того времени Естественно, над диваном висела полка, на которой были первые издания Дореволюционные издания, никаких других тогда не было Там Андриштама, Ахматова, Белого Ну, в общем, это был классический интеллигентный московский дом В самой лучшей его форме такой В Орлом Тихонович в этом доме был заметно чужим Квартира была маленькая, он был очень большой Квартира была, ну, как вам сказать, мягкая А он был очень угловатый Потом выяснилось, что он не ел, не пил чай с нами Потому что сам он питался только вареной селедкой с крупой Которую он сам себе варил И больше ничего не ел Я думаю, что он почти ничего не говорил Потому что потом уже, когда у него было существенно чаще Он по лагерной привычке, если даже случайно появлялся кто-то другой Он тут же прекращал разговор Он мог говорить только вдвоем Вот чтобы не было второго свидетеля Знакомство было совершенно естественным Ему самому было важно и приятно Что вот есть какой-то, да еще молодой человек Который так или иначе Интересуется, казалось бы, совершенно ушедшим в прошлое мира А потом еще У меня была все-таки пишущая машинка лучше, чем у него И что-то перепечатывалось на моей пишущей машинке А вот у него была Москва А у меня была торжественная по тем временам немецкая Эрика А в 65-м году я вообще начал работать Там полгода На заведующем журналу Критики в журнале Юность И это был единственный журнал, который его печатал После этого меня арестовали Ну, значит, через пять лет я вернулся Ну и почти в первый же вечер я сказал, что А где Варлам Тихонович? Мне, естественно, очень хотелось Обсудить свои тюремные впечатления И лагерные с его И вдруг выяснилось, что никто не помнит Что никто не знает Где Варлам Тихонович Юра Фридин Тем не менее, как-то смог отыскать Вот этот вот Да, почему-то там был и Саша Морозов Который тоже не знал Уже много лет его не видел И совершенно не интересовался Смог отыскать дом для престарелых Куда был помещен Варлам Тихонович Мы туда пошли С Леней Глезером Который очень стеснялся И сам, по-моему, к Шаламову не пошел А мне необычайно обрадовалась директриса Сказала мне Ну вот, наконец, хоть кто-то к нему пришел Вот уже на все эти годы к нему не приходит никто Только присылают Какие-то приглашения в Дом литераторов Привезу я туда Сашу И Саша сделал две К сожалению, он ничего не пишет об этом в своих воспоминаниях И это нечестно и неправильно Две вещи Одна из которых замечательна Сидя постоянно с Варлам Тихоновичем И научившись разбирать его В общем, вполне невнятную речь Варлам Тихонович, по-видимому, все время Бормотал стихи Саша записал эти последние стихи И это, конечно, большое дело Но Саша сделал вещь Которую делать не надо было ни при какой погоде Он начал водить К шаламу либеральных московских дом Приличных и средней приличности Ну да, с одной стороны, не заботились о Варлам Тихонович И действительно Кто-то ему связал шапочку Кто-то ему что-то готовил Кто-то ему приносил фрукты И так далее, и так далее Вообще Этот дом престарелых становился Ну, таким местом Ну, как сейчас бы сказали Либеральной тусовки московской Я, Саша, сказал Что этого делать нельзя Ни в коем случае Что это просто опасно И цена Варлам Тихонович был тарацкист Может быть, единственное, подлинно, великое Что выросло из левой культуры и литературе Был как раз Варлам Тихонович Была зима Было много снега И подъехать к могиле было невозможно Оно было довольно долго идти Выстроилась Такая длинная цепь А впереди стал Боря Михайлов Который запевал И так с пением Псалма Мы дошли до могилы И тут Боря ко мне подошел Я хотел, значит, сказать то, что я Приготовил И сказал Вы знаете, Варлам Тихонович Был против того, чтобы Что-то говорили на его могиле И я Ну, в это время как-то Не сообразил, что Боря Михайловне был знаком Шаланову И ничего знать этого он не мог Все Это было Ну, сто человек, наверное Бросили по горсти Была засыпана могила И мы уехали На поминки К Наталье Владимировне Кинт Ну, там я сказал то, что Приготовил Для того, чтобы сказать на могиле Ну, кому-то попал этот листик Я не помню кому Ну, в общем, так или иначе Он довольно скоро был напечатан в континенте По-видимому, именно поэтому Когда я был арестован второй раз У меня были Изъяты рукописи Шаланова И один из пунктов моего Обвинительного заключения А потом приговора Был как раз Вот Надгробное слово Я достал единственную Уцелевшую Вот его запись Как надо издавать его стихи Он мне когда-то И это единственное Что мне почему-то Вернули губисты Ну, вот Причем Вот в этой вот книжке Подаренной Когда-то мне Варлам Тихон Чем Есть еще и мой список Случайно нашедшийся Это вот Вчера, когда мы со Стасом Я просил его Он с удивлением спросил Что это такое Это список Тех рукописей Которые остались в КГБ У смерти на краю Все мы бываем Но при этом Надо быть Гением Чтобы вот это Дыхание смерти И это Состояние человека Который Чувствует Над собой Это дыхание Стало Нежизненным Или предсмертным Переживанием Литературным фактом Шоломов для этого Нашел слова И форму И цены А больше Никто не нашел Может быть это Реквием по России Уж пока По меньшей мере Доказательство того Что такой мир Не может и не должен Существовать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok